И так, всем привет! Мы находимся в Таиланде, на острове Пхукет, в этом самом замечательном парке, в котором мы делаем обзор на всю технику, которую мы берем здесь в аренду. На другой стороне какой-то мужик косит газон, а мы сегодня поговорим о таком замечательном макси-скутере, как Yamaha T-Max 530. Взял я его буквально пару дней назад покататься, проехал около 500 километров на нем, и уже можно сделать какие-то выводы. Поэтому, если вам интересно узнать, что же это за скутер, то не выключайте это видео, и сегодня я поделюсь с вами своими впечатлениями от езды на этом аппарате. Опять же, возможно, мое мнение не совпадет с мнением людей. Опять же, я не эксперт по этому скутеру, поэтому, возможно, где-то я навру вам что-то. Но если вы что-то про него знаете, то пишите в комментариях. Пишите, да ты лох, ты ничего не знаешь! По-настоящему все совершенно по-другому. Почитал я немножечко информацию про этот макси-скутер. Собака пришла дружить. И информации про него оказалось не так уж и много. Потому что в России этот скутер, в отличие от Европы, не пользуется сногсшибательной популярностью. И мне стало интересно, сколько он стоит? Сколько он стоит? Я залез на Авито, и оказалось то, что новый такой скутер, сейчас на ноябрь 2015 года, стоит 700 тысяч. Вы прикиньте, 700 тысяч рублей за этот скутер. Я просто офигел. Как я понял, у нас последняя модификация 2012 года, последний рестайлинг этой модели на данный момент. Что было изменено в нем? Опять же, беру все сведения из интернета, потому что предыдущих моделей я в глаза не видел и никогда на них не ездил. На предыдущих моделях у нас было 500 кубиков, здесь же 530. Нафига эти 30 кубиков выдавать за какое-то преимущество, я понятия не имею. Что они дают, если честно? Ну, инженерам, видимо, виднее. Во-вторых, в данной модели у нас используется ремень впервые. До этого, как я читал, использовались какие-то цепи. Здесь же впервые используется ремень, ременная передача. Было написано то, что этот ремень у нас из какого-то кевларового волокна и поэтому он просто мега супер прочный. Опять же, не знаю, сколько должен ходить подобный ремень и когда его нужно менять и сколько он будет стоить, даже страшно представить. Но, тем не менее, кевларовый ремень сейчас перед вами, что бы это ни значило. Скутеру у нас примерно 3 года, пробег 37 тысяч километров, то есть он уже не свеженький весьма. Уже сменил множество владельцев, так как он постоянно в прокате, то постоянно на нем ездят новые люди и, естественно, не особо за ним и ухаживают. И отсюда у меня вот такой вот вопрос. Смотрите. Сейчас я выткну внутренний микрофон и сами все послушайте. Его качество сборки. Все ходит ходуном. Скрипит. Но я думаю, вы слышали. Вот эти вот моменты. Учитывая то, что на скутере не падали, как я вижу, никаких суровых здесь нету мест от падений, то как вот это вот получилось. Вот, вот. Все отвалилось. Все крепежи вылетели. Все ходит ходуном. С другой стороны, абсолютно такая же история. Это от скорости, что ли, эти моменты появились? Или это само по себе? Или это какие-то нюансы, связанные с тем, что скутер разбирали как-то неудачно? То есть абсолютно вот такие вот непонятные моменты. Вот здесь, опять же, вот этот вот бардачок ходит ходуном. Так должно быть или что? Вот этот вот. Вот такие вот зазоры. То есть для меня непонятен совершенно вот этот момент по качеству сборки. Вот он весь ходит ходуном. То ли это из-за того, что скутер находится в прокате и за ним особо не следят, то ли качество сборки реально хреновое. Но утверждать я ничего не буду. Просто констатировал вам факты, а решать уже вам. Так как скутер у нас бэушный, давайте покажу вам, собственно, этот дисплей расчудесный. Вот так вот он у нас активируется. Здесь у нас датчик бензина, датчик температуры. Примерный пробег, примерный расход топлива на 100 километров, часы и сверху пробег. Так, спидометр до 180 километров. Подсвечивается ночью все это красным цветом, а стрелки белым. У нас не работает ручной тормоз. Как я понимаю, это ручной тормоз. То есть сколько вы его не откручиваете, не закручиваете, ничего не изменится. Потому что он уже не работает. Во-вторых, сидение у нас открывается ключом. Нужно повернуть у нас ключик в определенное положение. Вот в такое вот. И должно открыться сидение. Но опять же сидение у нас не открывается, потому что замок здесь уже весьма раздолбанный. И эта функция уже совершенно не активируется. В-третьих, у нас сломан замок бардачка. И поэтому, когда вы откручиваете газ, он все время открывается. И мы ездим все время с открытым бардачком. Потому что он держится на соплях. Итак, также в списке изменений у нас написано то, что здесь используются новые алюминиевые подножки для заднего пассажира. Вы там в компании Yamaha, что ли, окончательно свихнулись? Вот это вот. Новые алюминиевые подножки. И кого это может впечатлить? И что в них клевого? Они могут впечатлить только любителей цвет мета. Что в них клевого? Почему вы это пишете, как какая-то новая супер опция? Также здесь имеется еще один бардачок. Вот так вот он выдвигается. И больше он похож на пепельницу. Потому что я не знаю, что сюда можно засунуть, кроме зажигалки и коробка спичек. Написано, что сюда ложить можно 150 грамм. 150 грамм. Во-первых, взвесьте сначала, чтобы положить сюда что-то. Видимо, вы как должны определить, что это 150 грамм или уже 250? Я не знаю. А во-вторых, что вообще сюда можно засунуть? Опять же, все ходит ходуном. И я не знаю, должно ли так быть или это время его так поизносило. Как бы в интернете пишут про этот макси-скутер. То, что он весь заточен своим внешним видом под то, чтобы вы сразу понимали, что он мега-спортивный. Мега-спортивный и супер-быстрый. Ну, дизайн перед вами, если честно, решать вам, как вам нравится, такой дизайн не нравится. Для меня этот дизайн совершенно нейтрален. То есть, я не могу сказать, что он страшный, ну и что он мега-крутой, какой-то супер-привлекательный, я тоже не могу сказать. Для меня этот дизайн совершенно нейтрален. Я смотрю на него и понимаю. Макси-скутер. Все. Мне не приходят мысли то, что это нифига себе, он спортивный, вот это да, вот это дизайн, верх дизайнерской мысли, ничего подобного. И здесь используются новые зеркала в данной модификации, которые располагаются весьма далеко. Если вы сидите, как было написано, в компании Yamaha провели какие-то аэродинамические тесты и выяснили то, что при таком расположении зеркал на больших скоростях они не вибрируют и в них открывается очень хороший обзор назад. Опять же, со старыми зеркалами я не ездил, поэтому не могу сказать, насколько это правда. Но, тем не менее, очень непривычно, когда вы сидите, а зеркала где-то там далеко впереди. Опять же, видимо, по аналогии со спортбайками это было сделано. Что касаемо минусов еще, это ветровое стекло. Лично для меня это минус, потому что, когда вы садитесь на него, смотрите, оно кончается там, где начинается ваш визор. И весь ветер, который скапливается, он ежесекундно вылетает прямиком вам в визор. И когда скорость достигает 120, у вас прямо визор на шлеме начинает ходить ходуном, в ушах стоит страшный свист, потому что весь ветер... А, потому что, вроде как, вы весь прикрыты, но при этом весь ветер абсолютно летит вам прямо в голову. Итак, ну давайте поговорим о самой, наверное, лучшей вещи в этом Макси-скутере. Это о его подвеске. Потому что подвеска работает просто великолепно, идеально, она обрабатывает все ямы, все неровности. Я не знаю, каким тут они магическим средством пользовались, но, тем не менее, подвеска вообще абсолютно не пробивается на ямах. Вы чувствуете себя вольготно, не устаете в дороге. И при этом, если вы едете по кочкам, скутер не начинает раскачиваться, как бешеный. И ведет себя все время стабильно. Едете по ямам, и, знаете, жопа так иногда вух-вух, и все выше и выше на кочках. Здесь же такого не происходит. То есть, буквально 10 баллов из 10 это лучшая подвеска, на которой вообще я когда-то ездил. Сразу же, конечно же, вот это вот ощущается. Ну, в принципе, за такую цену, я думаю, так и должно быть. Итак, что касаемо тормозов. Здесь стоит, наверное, самый большой тормозной диск, который я вообще видел когда-либо на мотоциклах или на макси-скутерах. И, по логике, он должен очень круто тормозить. Но то ли вследствие износа колодок, то ли вследствие необслуживания тормозов, то ли, возможно, они на самом деле такие ничего выдающегося в этих тормозах нет. Да, они тормозят, да, неплохо, но когда мы брали Хонду Форзу, она тормозила круче, чем он. Круче, вы понимаете? Или, по крайней мере, так же, но точно не хуже. И этот макси-скутер, я ожидал то, что его тормоза будут намного круче, так как он классифицируется как спортивный, с огромными тормозными дисками. Я думал, тормоза будут божественны. Но ничего подобного. Тормоза, как тормоза, немножечко похуже, чем у Форзы. И это странно. Также, что касаемо управляемости. Было, опять же, написано в интернете, то, что здесь используется какая-то новая алюминиевая рама, которая дает более лучшую управляемость. Ничего подобного я, если честно, не почувствовал. Управляемость на Форзе, которая была таким пухлым бегемотом, гораздо больше мне понравилась, нежели вот здесь, вот, в этом стройном спортивном макси-скутере. И это странно, на самом деле. Итак, что касаемо комфорта вообще на этом скутере. Помимо того, что здесь идеальная подвеска, скутер рассчитан на большой диапазон людей, ну, скажем, с разным ростом, да? То есть, у меня рост 168. И чувствуется то, что есть еще огромный запас. То есть, если человек с метр девяносто сядет на этот скутер, я думаю, ему будет тоже очень комфортно. Можно будет вытянуть ноги и ехать без проблем. Поэтому, если у вас большой рост, то этот макси-скутер подойдет для вас великолепно. Опять же, в той же Форзе, когда я вытягивал ноги, чувствовалось то, что это уже предел. И человек с метр семью десятью еще может их вытянуть, но человек, у которого рост метр восемьдесят, уже и не сможет этого сделать. Что касаемо скоростных характеристик. Ничем выдающимся этот двигатель у нас не славится. Никакой суперскорости он вам не дает. Сорок лошадиных сил, я думаю, чудо не сотворят. Вот, поэтому, если вы фанат какой-то супербыстрой скорости и супербыстрых разгонов, то, наверное, этот макси-скутер ничем вас таким не сможет впечатлить. Максималка у него 170. Я, если честно, задолбался искать прямую, где этот макси-скутер можно разогнать до 170. Потому что до 100 он разгоняется бодро, а от 100 до 170 уже не очень. Вот, поэтому, опять же, если рассматривать этот макси-скутер именно для скорости, то я не вижу в нем чего-то такого сногсшибательного и супер впечатлительного, что может затронуть людей, которые любят очень быструю езду. Итак, давайте поговорим о том, сколько стоит взять в аренду этот байк на Пхукете, если вы когда-нибудь здесь будете. Первоначальная его стоимость была 1200 бат в день. А поторговавшись с продавцом, я скинул цену до 900 бат. То есть на рубли это примерно 1800 на данный момент. Потому что бат сейчас в два раза больше рубля примерно. Итак, ну что же, больше, по-моему, рассказывать мне не о чем об этом макси-скутере. Что я могу подвести, какое резюме. Если вы очень обеспеченный человек и если вы фанат макси-скутеров, он создан для вас. Опять же, если вы не вписываетесь в эти критерии, вряд ли вы когда-то захотите его себе купить. Потому что, если вы фанат макси-скутеров, но у вас нету таких денег 700 тысяч или за немного бэушный 500 тысяч, то вряд ли вы его себе купите. Если у вас есть деньги, но вы не фанат макси-скутеров, то вряд ли вы его себе купите. Если вы хотите отжигать с бешеной скоростью, опять же, он вам не подойдет. 40 лошадиных сил вряд ли дадут вам такую возможность. Я думаю, каждый из вас сам уже для себя решил, хочет он его приобрести или не хочет. Ну что же, я думаю, и на этом все. Больше рассказать мне о нем нечего. Каждый уже, я думаю, сделал свои выводы, глядя на него, нужен ему подобный скутер или не нужен. Так как информации на российском ютубе про этот макси-скутер практически никакой, я думаю, стоило сделать такой вот небольшой обзорчик и немножечко рассказать о своих впечатлениях. Опять же, говорю, я не эксперт. Ездил я на нем всего лишь пару деньков, поэтому, возможно, в каких-то моментах я наврал. Но вы можете в комментариях поправить меня. Ну и на этом, собственно, все. Всем спасибо за просмотр и всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok